Виктория Токарева. Хэппи-энд. Повесть. Уважаемые слушатели, книги Виктории Токаревой вы можете приобрести, перейдя по ссылке, прикрепленной внизу к ролику. Всю субботу пекли пироги, а все воскресенье их ели. Пироги были с мясом, с капустой, с яблоками, с вишнями, с картошкой. И вот эти с картошкой, пока горячие, были особенно вкусными. Эля съедала четыре штуки, желудок растягивался до того, что болела диафрагма, и вся она казалась себе переполненной, неповоротливой, как беременная бегемотиха. Эля с ужасом и каким-то этнографическим интересом смотрела на стариков, родителей мужа. Они втягивали еду, как пылесосы. Потом, отвалившись в прямом смысле слова, откинувшись на стульях, начинали кричать песню. Пели три поколения — старые кислюки, сын и внук Кирюшка. И были окончательно счастливы, особенно старуха. Да и как не радоваться? Время досталось лихое. Попробовали и холодного, и горячего. Когда выходила замуж в тридцатом году, у нее не было нижнего белья. Рубаху и трусы сшили из плаката. На трусах белые буквы масляной краской. Потом краска смылась, а буквы все равно остались. Что-то там доздраствовало. Нищета, голод, столько и радости, что молодые. Но молодость никак не чувствуешь, а голод подпирает до зелени в глазах. В тридцатые годы Украина голодала. В войну тоже голодали. И после войны в сорок шестом пришла большая засуха. Научились есть впрок. А вдруг завтра не будет? Время для жизни выпало крутое. Но чем труднее живется, тем ярче мечтается. И когда мечтали о светлом будущем, то мечта выглядела в виде стола, заваленного пирогами. И вот они пришли, эти самые светлые дни. И вот пироги с мясом, с вишнями, с картошкой. Сын Толик вырос. Получил высшее образование и теперь на шахте. Юрист. Сидит наверху. Дышит свежим воздухом. Не то, что старый кислюк. Всю жизнь под землей, как крот. Все легкие угольной пылью забиты. Внучок Кирюшка красавчик и умник. Ни у кого нет таких детей. Правда, на невестку похож. Тощенький, как беговой кролик. Ну да все равно на кого похож. Хоть на Гитлера. Главное, чтобы не отобрали. С появлением внучка дом помолодел. Живи себе и умирать не надо. Так-то старости вроде и не чувствуешь. Но времени впереди осталось мало. Раньше бывало, время торопили, чтобы скорее прошло. А теперь дни летят один за другим и за хвост не схватишь. Только что была зима, а уже лето. Раньше было понедельник, вторник, среда, четверг. А теперь весна, лето, осень, зима. Ложишься спать и не знаешь, проснешься или нет. Однако две жизни не проживешь. Выше себя не прыгнешь. Живое думает о живом. У кислюков свой сад и огород. Живые витамины круглый год. Откармливались свинью, держали индюков. Целый день забит с утра до вечера, успевай поворачиваться. Как потопаешь, так и полопаешь. Покрутился, взрастил. Взрастил, продал. Продал, заработал. Заработал, трать. Потратил, радуйся. И все сначала. И все в жизни понятно. Сам живешь, и детям помощь, слава богу. В карман к сыну не заглядывают. Невестка все равно недовольна. Сидит, будто репей в заднем месте. А чего недовольна, спрашивается? Из каких таких господ? Лучше бы еще тройку детей родила, пока не выстарилась. Но кислючиха не вмешивается, с советами не лезет. Сын сам выбрал. Сам пусть живет. А то еще разведутся. Ребенка отберут, не приведи господи. Пусть все как есть. Не было бы хуже. Эля закурила. Не кури, приказала кислючиха. Здесь ребенок. Для него это пассивное курение. Да ладно, вступился Толик. Толик изо всех сил старался, чтобы Эли было хорошо у стариков. Но у них был разный гонор. Мать все время упирала на слово «даром». Эли не нужны были ни пироги, ни старики, ни упреки. А Толику необходимы были и Эля, и родители. И он крутился между ними, вибрировал душой и уставал от вибраций. Что значит «ладно»? Ты отец или не отец? Эля поднялась, вышла из избы. Смеркалась. Во дворе стоял стол. В столе большая дыра для ствола старого дуба. И дуб как будто прорастал сквозь стол, раскинув над ним свою богатую крону. Возле стола, как холм из сала, дыбилась свинья. Эле казалось, что еще немного, и она превратится в такую же хрюкающую субстанцию с глазами, повернутыми внутрь чрева. Все началось с того, что мать вышла замуж за Илью и привела его в дом. Эля была уже студенткой второго курса текстильного института и привыкла быть у матери главной. А теперь стало двое главных, двое власти и, соответственно, борьба за власть. Эта борьба не выражалась открыто, но существовала как фон. Повышенная радиация. На этом фоне Илья передвигался по квартире. Ел, пил, спал. У него была манера ходить голым по пояс в пижамных штанах. Из-под мышек торчали жесткие кусты ржавых волос. А на груди и животе волосы были с проседью и курчавились. Илья шумно скреб живот ногтями. И если не смотреть, а только слушать, то можно подумать, корова чешется о забор. При этом Илья громко вопрошал. — Жена, ты меня любишь? Мать всхахатывала и двигалась по квартире с неуклюжей грацей, как цирковая лошадь, и при этом норовилась случиться на пути Ильи, попасть ему под руку. Илья снисходительно брал двумя пальцами ее щеку и тряс. Это была ласка. Двадцатилетняя Эля считала, что любовь существует только для двадцатилетних. В крайнем случае для тридцатилетних. Но в пятьдесят... В пятьдесят это противоестественно и очень стыдно. И если уж такое случается, надо прятать, скрывать, ходить, опустив глаза долу, а не ржать победно, как лошади-ветераны. Эля в знак протеста стала покупать себе отдельную еду. Илья простодушно у нее подворовывал, а когда Эля заставала, шастал из кухни, как крыса, сажу я на ходу. И это в пятьдесят-то лет. В первый юбилей. Эля разговаривать с ним не желала, писала ему записки. Он тоже отвечал ей письменно. Мать разрывалась между своими двумя любовями. Кончилось тем, что Эля ушла жить в студенческое общежитие. В общежитии койки стояли тесно, как в больнице. Учились вяло, через отвращение. Думали и разговаривали только об одном. А Милка Никашина, кровать которой стояла у стены, купила в комиссионном японскую ширму и практически вышла замуж. И всем было мучительно неловко, когда за ширмой высорялась напряженная живая тишина. Эля уходила из комнаты. Домой идти не хотелось. Податься было некуда, и она без цели бродила по улицам. Заходила в кинотеатр Аре. Кино тоже показывали про любовь, и Эле казалось, что все живое только и норовит притиснуться друг к дружке. И даже мухи, которые чертили в воздухе фашистские знаки, и те успевали совокупиться, не переставая при этом чертить. Мир сошел с ума. Однажды в кинотеатре Эля познакомилась с Толиком Кислюком. Он продал ей лишний билет. Толик оказался иногородним студентом с юридического и тоже жил в общежитии. Внешне он был похож на несчастного немца. Белесенький, голубоглазый, голова яичком. Ничего особенного. Замечательным в Толике было то, что он не лез. Приходил как братик. Смирно сидел. Потом вместе отправлялись гулять. Эля любила прогулки. У нее была потребность в движении. Особенно не разговаривали, больше помалкивали. Но возле Толика было тепло и надежно, как дома до прихода Ильи. Однажды они поцеловались. И Толик заплакал от невыносимости чувств. Потом стали целоваться постоянно. И поскольку не было ничего лучшего, Эля его полюбила. Любовь имела снисходительный оттенок. Но все же это была любовь. Толик был совсем ее. Сидел в Эли по самую макушку и не хотел вылезать. А свое отдавать жалко в чужие руки. И Эля вышла за него замуж. Сначала сняли комнату. Потом угол. Нищета замучила. А тут еще Кирюшка родился. Мать звала к себе. Рисковала личным счастьем. Но Кирюшка был такой тощий и синий, что бог с ним, со счастьем. Лишь бы выжил. Эля жертвы не приняла. И все кончилось с тем, что бросила институт и укатила в город Литичев. Одно название, что город. Его, наверное, и на военных картах не обозначают. Куры ходят по дороге. Один универмаг, один кинотеатр. Это была родина Толика. Здесь жили его старики. А Толик человек стабильный. Все имел в одном экземпляре. Одна любовь, одна родина, одна жизнь. Эля выбросила сигарету. Сигарета попала на свинью. Свинья колыхнула груду жира и хрюкнула. Воскресенье было на исходе. Завтра понедельник. Потом вторник. Среда середины недели. И скоро пронесутся четверг и пятница. В субботу печь пироги. В воскресенье их есть. И это все. И больше ничего не покажут. Вышел Толик. Остановился за спиной. Хочешь, Кирюшку к себе заберем? А то мальчик от нас отвыкнет. Виновато спросил Толик. Отвыкнет. Потом привыкнет. Опять отвыкнет. И у него вся жизнь впереди. Эля стояла чужая. Жесткая. Толик испугался. Прижал ее двумя руками, чтобы приблизить. Он прижимал ее и трясся, как цуцик на морозе. Эле стало его жалко. Она его любила. Правда, любовь постепенно принимала крен ненависти. Но все же это была любовь. Свинью накрыло сумерками. Воздух был напоен близким лесом и рекой. В мире покой и нежность. И хорошо знать, что так будет завтра. И невыносимо знать, что так будет завтра. Сердце рвалось на части. А все Илья. Не было бы Ильи. Не случилось бы ни Толика, ни Летичева. В понедельник Эля отправлялась на работу. Она шла по единственной в городе, а потому главная улица и знала, что во всех окнах прилипли носами к стеклам, рассматривают, во что она одета и подсчитывают, сколько стоит каждая вещь. А если по улице шла разведенная 30-летняя Верка, то оглядывали с гораздо большим пристрастием, разыскивая на Верке место, куда можно поставить клеймо. И выходило, что некуда. По мнению Летичевцев, на Верке негде клеймо оставить. Эля знала Веркину жизнь. Никого у Верки не было. Молодость уходила, как дым в трубу. Просто, раз разведенная, значит, вне крепости. И по закону стаи можно пинать. Универмаг — единственное в городе двухэтажное здание. Кабинет Эли находился на втором этаже. Она работала товароведом. Весь дефицит оседал у нее. К 25 годам Эля расцвела. Кудряшки, глазки, талия. Красота 25-летней женщины — еще одна дополнительная власть. Такая же мощная, как дефицит. Стало быть, у Эли две власти. А толку чуть. Вот если бы попасть в Москву... В Москву, в Москву, как чеховские три сестры. Москва отсекла бы ее от пирогов и от сплетен и от свекрови. В Москве можно встретить знаменитость или миллионера и уехать в Америку. Сфотографироваться на фоне небоскребов и прислать фотокарточку Илье. Вот, смотри, где ты и где я. Как пели в детстве. Я на аэроплане, ты в помойной яме. Из окна Элиного кабинета вид на почту. Возле почты молодые парни. К основанию брюк пришиты кольца от занавесок. Ковбой! Постучал в дверь, а потом вошел директор школы Николай Анисимович. Смешной мужик, некрасивый, как будто сделанный из собаки. Протянул конверт с благодарностью в глазах. Благодарность так и искрится. Эля помогла достать его жене плащ на искусственном меху. И тепло, и непромокаемо по вызовам бегать. Эти плащи давно из моды вышли. А им мода не укащится. Эля дождалась, пока он отыскрился и вышел из кабинета. Заглянула в конверт. Там лежали два билета на концерт по рублю восемьдесят каждый. На другой стороне билетов было написано «Товарищ кино». Это значило, в Литичев приехали киноартисты. Не очень знаменитые. «Знаменитые те по заграницам». Эля вздохнула. Она еще не знала, что Николай Анисимович вручил ей судьбу в конвертике. Так это и бывает. В один прекрасный день приходит совершенно посторонний человек, вручает конверт, как будто переводит стрелку на путях. И с этой минуты твой поезд катится уже по новым рельсам, и ничего от тебя не зависит. Вышел крепкий жизнерадостный старик. Бодро прокричал приветствие в стихах. Все захлопали и даже засвистели от восторга. Зал на пятьдесят процентов состоял из молодежи. Их души были готовы к счастью и доверию, что не покажи. Свет потушили. На экране выпрыгнул из окна и побежал по крыше соседнего дома молодой чекист. Вот он покатился, но зацепился за трубу и, тут же использовав трубу как прикрытие, стал отстреливаться. Глаза сумасшедше веселые от отваги. Эля вспомнила, что видел этот фильм в третьем классе, когда еще не было Ильи, и они жили с мамой. Свет зажегся, и на сцену вышел артист с живьем. Между тем и этим лежали пятнадцать лет жизни. Казалось, что того молодого взяли за ноги и провезли по асфальту лицом вниз, и все лицо стерли. А потом перевернули лицо вверх, провезли на спине, и стерли на затылке все волосы. Жизнь повозила человека. Однако зал встретил его с восторженной благодарностью, прощая ему вытертости и проецируя на него того прежнего. Эля заглянула в программку, чтобы познакомиться с фамилией. Прочитала. Мишаткин. Разве можно выбиться с такой фамилией? Вот и раньше актеры звучали. Остужев, Качалов, Станиславский. А тут какая-то мультипликационная фамилия. Мишаткин. Поменял бы на Ведведева, и то лучше. Мишаткин подошел к микрофону, взялся за него рукой, качнулся и чуть не упал в оркестровую яму. Но устоял. Посмотрел в зал простодушным, каким-то мешаткинским взглядом и сказал. «Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, И звезда звездою говорит». Эля вспомнила, что это стихи Лермонтова. Но Мишаткин читал их как свои, даже не читал, проговаривал, как будто он только что их сочинил и пробует на слух. Все остальные артисты, которых Эля слышала в своей жизни, читали классику торжественно, будто на цыпочках, делая царственный голос, вибрируя голосом и бровями. А этот вбирал Лермонтова в себя, и получалось, что он и Лермонтов одно и то же. «В небесах торжественно и чудно спит Земля в сиянье голубом». У Эли замерзла кожа на голове. «Как точно? Как собираются простые слова в единственно возможное сочетание? И какой космический размах!» Голубое сияние вокруг Земли увидели космонавты в середине двадцатого века. А Лермонтов за сто лет до того увидел его своим прозрением. «Что значит гений?» Эля тоже вчера стояла одна, пусть не на дороге, на крыльце. В небесах тоже было торжественно и чудно, но она даже головы не подняла. «Что она увидела?» «Свинью под деревом и больше ничего». «Что же мне так больно и так трудно?» «Еще тише, чем прежде», — спросил Мишаткин. «Жду ли чего? Жалею ли о чем?» Эля заплакала. Толик взял ее за руку. «Но что, Толик?» «Уж не жду от жизни ничего я», — просто сказал Мишаткин, без сочувствия к себе. «И не жаль мне прошлого ничуть». Мишаткину было себя не жаль, но ковбоям в зале стало за него обидно. Притихли. Эля вдруг отчетливо ощутила свою причастность к великим. Она тоже вместе с Лермонтовым и Мишаткиным тоже хочет забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы, а до лучших времен, до Москвы, до Америки. Мишаткин проснулся от отвращения к жизни. Обвел глазами комнату. В ней было много коек. В Мишаткине метнулся ужас. Не в сумасшедшем ли он доме? Но возле зеркала стоял коллега, артист Минаев. Тридцатилетний красавец разглаживал лицо массажным утюжком. Может, и Минаев сошел с ума, рехнулся на своей красоте, но маловероятно. Минаев — это маленькая фабрика, работающая на себя. По утрам пьет теплую воду и бежит десять километров, в какой бы части света он ни находился. Даже в Париже, проснувшись по утру в отеле, в стакан теплой воды из термоса и пять кругов по Елисейским полям, что бы ни происходило в жизни, даже если, не дай бог, конечно, объявили войну, Минаев опрокинет стакан воды, смоет шлак из пищевода и впуть за силой, здоровьем и красотой. Что ж, его можно понять? Снимается голый по пояс, вся страна видит его накачанную грудь, его зубы один к одному, его волосы упругие и блестящие, как шерсть у здоровой собаки, какой он весь бельмондо а-ля рюс. И жена красавица, и ребенок красавчик, а к ребенку теща бесплатная, машина Жигули последней модели, родители подарили, квартира государственная. Все у него есть, и все бесплатно. У Мишаткина жгло в груди от отвращения и обиды, как он начинал пятнадцать лет назад. Второй курс института и главная роль. В автобус было не войти, все узнавали, приходилось на такси ездить. Таксисты денег не брали. А потом как обрезало. Выпал из воза. И все казалось, что это ошибка. Вот возница натянет вожжи и повернет вожжи и подберет лежащего в пыли Мишаткина. И все пойдет, как прежде. Но никто не спохватился. Мишаткин мгновенно взошел и мгновенно погас, как огонек, пущенный из ракетницы. Теперь приходится ездить по огородам, в поте лица зарабатывать хлеб насущный. Минаев ездит из жадности, а Мишаткин из нужды. Уходит его время. Да что там говорить? Ушло. Мать внуков просит, хочет кого-нибудь любить, заботиться. Надоело ходить за сорокалетним сыном, переживать один и тот же страх, что пьяного заберут в милицию, а там побьют. Был такой случай. Гнули его в милиции. Это называется у них делать салазки. Чуть спину не сломали. Не сказать, чтобы ни за что. Распустил язык до плеча. А может и руки. Но ведь не спину же ломать. И вот всю жизнь так. Провинился на копейку, а отвечай на рубль. Мать с тех пор боится, как его нет поздно. Всех обзванивает. Сначала стеснялась, а потом уж и перестала. От такой жизни и все притупляется. И совесть в том числе. Жалко мать. У Мишаткина на глазах выступили слезы. У матери своя жизнь не сложилась. Все надежды на сына. А сын... Какую старость он ей уготовил. Ни одного спокойного дня у человека. А какая натура, сколько детского простодушия, доверия к жизни, любви к людям. Каждого умеет понять. Каждый ей интересен. Все-то у нее гении и красавцы. Не то, что мамаша Минаева. Две задницы вместо одной. Одна там, где у всех, а другая там, где род. Только откроет и потекло рекой. Сыночка встречает и провожает на собственной машине. Всю жизнь любовника имеет в придачу к высокооплачиваемому мужу. Сын положительный, не пьет. Но почему так? Одним все, а другим ничего. И те, кому ничего, нисколько не хуже, а лучше тех, кому все. Мишаткин талантливее, чем Минаев. Даже смешно сравнивать. А тем не менее, Минаева во все фильмы суют. Правда, на эпизоды, но все равно он имеликался. И денег, как у дурака Махорки. Мишаткин застонал от несправедливости. Слабо позвал. Валера. Минаев услышал, но не обернулся. Промолчал, разглаживая щеку. Валер, сходи, а? Будь человеком. Мишаткин был убежден, если уж так случилось в жизни, и что Минаеву все, а ему ничего, то пусть он за это хотя бы сходит в магазин и принесет хотя бы самого дешевого портвейна. Мишаткин-то был убежден, но тон все равно вылез спросительный, зависимый, а когда один ощущает зависимость другого, то обязательно кочевряжется. И не подумаю, отрезал косым ртом Минаев, я тебе не мальчик на побегушках, и вообще всю ночь шастал, пил, гремел, блевал, я не выспался, а мне целый день работать, три концерта. Так и у меня три концерта. Странный ты человек, подивился Мишаткин, только о себе думаешь. Скажу Большакова, и пусть нас расселит, я после гастролей как с войны возвращаюсь, никаких денег не захочешь. Сходи, простонав Мишаткин, Минаев не ответил. Они были разными людьми, взаимоисключающими друг друга. Минаев считал, что Мишаткин нормальный эгоист, довольно распространенный в современных условиях тип сорокалетних сироток. Можно разложить свои жизненные обязательства на всех вокруг, на родных, на друзей, на первовстречного, а самому сидеть, сложив ручки, идти ко дну. Тело запущено, душа запущена, и всем вокруг жалко. Ах, непонятый талант, хрупкая душа. Нормальный халявщик, жить на халяву, пить на халяву, отстреливать таких и зарывать на десять метров в глубину. Каждый раз, вернувшись с гастролей, Минаев отмывался в ванной от этих домов колхозника, от Мишаткина, отмахивался от воспоминаний, как лошадь от слепней. Но, оказавшись через какое-то время на гастролях, искренне радовался встрече и селился вместе. Он его по-своему любил. За что? Может быть, за выгодный фон? Ни с кем и никогда он не чувствовал себя таким полноценным. Минаев знал все его безобразия, понимал, что им движет, и не боялся. А Мишаткин, в свою очередь, тоже знал, что хоть Минаев и скотина бесчувственная, но в трудную минуту не бросит, надо только проявить настойчивость. Валера, слабо позвал Мишаткин, полностью отказавшийся от амбиций правого человека. В дверь постучали. Минаев торопливо сунул утюжок под подушку и открыл дверь. На пороге стояла молодая блондинка под Мерлин Монро. Материал хороший, но работы много, определил про себя Минаев. Он привык, что провинциалки падают на него пачками. Иногда это бывает кстати, а иногда нет, как сейчас. Блондинка вежливо поздоровалась и спросила, а можно Игоря Мишаткина? Мишаткин поднял одеяло к самым глазам. К вам можно Игорь Всеволодович? Хорошо поставленным голосом спросил Минаев. Мишаткин обомлел. Блондинка не стала дожидаться, пока он разомлеет, вошла и села возле кровати, как врач возле больного. Меня зовут Элеонора Александровна, представилась она. Ее имя показалось обоим артистам длинным, состоящим из гласных, мягких L и ярких R, как музыка. Очень приятно, хором сказали Минаев и Мишаткин, и это было правдой. Я вчера подошла к вам после концерта поблагодарить, но вы спешили и попросили меня прийти сюда, напомнила Элеонора Александровна. Я понимаю, вы пригласили из вежливости, но мне это надо. А может быть и вам? Мишаткин ничего не понял. Кому надо, кто подходил, куда торопился. Он напряг память, но тут же заболела голова, застучала в затылке и еще мучительнее захотелось выпить. Может ее послать за бутылкой, подумал он, и в глазах обозначилась надежда. Я пришла сказать вам спасибо. Вы вчера заставили меня пережить незабываемые минуты. Слова были жалкие, не то, что у Лермонтова, но Эля заметила, что большие глубокие чувства выражаются такими вот затертыми словами. Я пришла сказать, вы нужны людям, вы несете культуру в массы. Сейчас попрошу. Приготовился Мишаткины стал ждать, когда Элеонора Александровна закроет рот. Но она все перебирала губами, розовыми и поблескивающими, как леденцы. Я хотела принести цветы, но цветы дарят женщинам. Я принесла вам суровый мужской подарок. Эля отдернула на сумке молнию и достала пузатую бутылку с обширной бархатной черной этикеткой, где золотыми латинскими буквами было написано «Наполеон». Мишаткин почувствовал, что сердце его на мгновение остановилось, потом заскакало в два раза быстрее. Он мог просто умереть от радости. В конце концов, неожиданная, неподготовленная радость — это тоже сильный стресс. «А давайте прямо сейчас и выпьем», внес предложение Мишаткина и сел на кровати. «Ты хоть оденься», напомнил Минаев. «А, да», Мишаткин засуетился руками под одеялом. Блондинка деликатно отвернулась. «А у вас тот что, французские коньяки в свободной продаже?» спросил Минаев. «Это мне подарили». Бесхитростно сознала селия. «Мне все время бутылки дарят, а я не пью. У меня на работе целый бар скопился». «Я держу для подарков. С рабочими рассчитываюсь когда надо. А где вы работаете?» «В торговле». Минаев глубокомысленно покачал головой. Это был его контингент. Он пользовался успехом у продавщиц, официанток и проводниц. «Но Элеонора Александровна смотрела спокойно, не заинтересованно. Обидно даже». Мишаткин тем временем искал рубаху, но так и не нашел. Надел пиджак на майку. «Ты что, в таком виде собираешься пить французский коньяк?» осудил Минаев. Он подошел к другу и включился в поиски рубашки. Наконец рубашка была найдена. Завалилась за тумбочку, но непригодна к употреблению. На груди какая-то засохшая субстанция величиной с обиденную тарелку. То ли сам облился, то ли его облили. Трудно вспомнить. Мишаткин озадаченно смотрел на обесчищенный фасад своей выходной вещи. «А как же ты будешь выступать?» поинтересовался Минаев. «Дай мне рубашку, Валера», попросил Мишаткин. «У меня всего две». «Вот и хорошо. Одна мне, другая тебе». «Какой ты щедрый». «Постесняйся», благородным тембром урезонил Мишаткин, «Что Элеонора Александровна подумает об артистах? Подумает, что артисты жлобы». Минаев мог бы ответить, что его не интересует постороннее и совершенно неавторитетное для него мнение. Но в этот момент Элеонора Александровна промолвила. «Одну минуточку». Наклонилась над своей сумкой и вытащила оттуда новую рубашку в целлофановой упаковке. «Это Индия». «Стопроцентный хлопок», прокомментировала она. «Тридцать девятый размер воротничка». Размер был Мишаткинский и воротничок самый модный. «Они недорогие, но редко бывают», пояснила Эля. «Я стеснялась вам это отдать. Очень бытовой подарок, а вы человек необыкновенный». Эля протянула ему рубашку. Мишаткину на секунду показалось, что у него белая горячка, потому что в реальности так не бывает. В реальности все женщины, которые случались на его пути, предпочитали взять, а не отдать. Им казалось, что весь мир у них в долгу. А его первая жена, самая красивая девочка на курсе, даже отказалась ходить за хлебом. Она считала, раз она такая красивая, нечего ей в булочную ходить. И вдруг пришла своими ногами, приплыла, как золотая рыбка. Мишаткин даже забыл на какое-то время о реальной возможности выпить, о чем он никогда не забывал. «Послушайте, прочувствованно и трезво», сказал он. «Какое счастье встретить такую женщину, как вы?» «А таких больше нет», ответила Эля, незаметно наводя порядок на столе. «Каждый человек в одном экземпляре». «Значит, какое счастье встретить вас», поправил друга Минаев. «Да», серьезно подтвердил Мишаткин. «Какое счастье встретить вас». Вечером Эля снова сидела на концерте, уже без столика и в кулисах. Гастрольная бригада «Товарищ кино» привыкла к тому, что в разных городах, в кулисах, то и дело появляются молодые девушки, как их называли «карамельки». Эля испытывала некую неловкость от своего амплуа, от скрыто насмешливых, любопытных взглядов, но ничего не могла сделать. От нее мало что зависело. Поезд судьбы уже шел и набирал скорость. После концерта Минаев гулял по свежему воздуху, создавая тем самым другу условия. Эля, оставшись с Мишаткиным вдвоем, пыталась сначала на словах, а потом и на жестах объяснить, что она не такая. Еле ноги унесла и ушла, возмущенная до глубины души. А еще Лермонтова читает «Пустыня внемлет Богу». Никто никому не внемлет. Пустыня в душах и в сердцах. Три дня Эля не появлялась на Мишаткинском горизонте, а поезд все равно стучал колесами. «Куда денешься?» В конце третьего дня Эля пришла на концерт. Сидела в партере. Знакомая завклубом принесла ей стул, так как все места были заняты. Половина города пришла по второму и третьему разу. Мишаткин на сцене не появился. Эля нашла Минаева за кулисами. Тот сказал, что Игоря Всеволодовича разбил радикулит. Так и сказал. Разбил. Эля не стала дожидаться конца представления, пошла в дом колхозника. Мишаткин лежал один, затерянный в кроватях, как в муниципальной больнице для бедных. Он был похож на революционера, умирающего от чахотки, запавшие щеки, большие глаза с блеском благородной идеи. В Эле шевельнулось неведомое ей прежде чувство сподвижницы. Мишаткин, не отрываясь, смотрел на ее сумку. Эля отдернула молнию и достала свекровины пироги с мясом, с капустой и с яблоками. Положил он на салфетку, которая тоже была в сумке. Мишаткин тут же стал есть, держа кусок двумя руками, и был в этот момент похож на мальчика с картины на побывку к сыну. Эля смотрела, как он широко кусает, жует с опущенными глазами, и вдруг осознала, что он без нее пропадет. В том, что произошло между ними чуть позже, Эля ничего не поняла. она поправляла перед зеркалом прическу и чувствовала себя курицей, попавшей под поезд. Но то, в чем она не разобралась, не имело в данном случае никакого значения. Она уважала в Мишаткине его божественный талант, а все остальное не важно. Уходя, оставила банку индийского апельсинового сока. Минаев, вернувшись с концерта, заявил, что состав консервированного сока цедра, пульпа, сахар, кислота, консерванты вредные для желудка. В них есть все, кроме самого сока. Но Минаев циник, это у них семейное. Он все может принизить даже обычную жестяную банку сока, прибывшую из далекой жаркой Индии. Толик смотрел по телевизору футбол, когда Эля сказала ему, что хочет развестись и уехать в Москву. Толик не пошевелился, продолжал смотреть еще напряженнее. Эля удивилась, понаблюдала за мячиком, который гоняли по полю две конкурирующие команды, но не заметила ничего такого, что было бы важнее, чем крах семейной жизни. Эля внимательно всмотрелась в мужа и увидела, что его лицо поменяло цвет. Оно стало серым, как лист, пролежавший всю зиму под снегом. Эля поняла. Его неподвижность — это драматический шок, реакция на ожог, травму, несовместимую с дальнейшей жизнью. — Фиктивный! — громко крикнула Эля, пробиваясь через шок. — Фиктивный! — по слогам повторила она, чтобы по порциям влить смысл в его парализованное сознание. Толик по-прежнему смотрел в телевизор, но Эля видела. Он доступен пониманию. Горячо и искренне убежденно стала объяснять смысл слова фикция. Она пропишется в Москве, а прописавшись, разведется, отсудит площадь и вытащит его, Толика, с сыном в столицу. Эля так убеждала Толика, что поверила сама. А в самом деле, почему одни могут жить в столице, а другие по огородам? Почему нельзя жить там, где хочешь? И если закон ставит препятствия, то можно найти способы эти препятствия обойти или через них перелезть? Толик по-прежнему смотрел на футбольное поле, но в его лицо стали возвращаться краски. Он верил жене, потому что никогда не врал сам, и еще потому что верить легче. Если верить, то можно жить дальше, а если не верить, то нельзя. А зачем нам Москва, спросил Толик? Нам что, здесь плохо? Мне плохо, сказала Эля и заплакала. Толик понимал, что в Москве ему делать совершенно нечего. Здесь оставались его родители и друзья, то, что называется родные и близкие, охота и рыбалка, работа и вечера, люди, земля, кусок земли. Вне этого он ничто. Но Толик внутренне согласился быть ничем. Пусть лучше будет плохо ему, чем ей. Ладно, сказал Толик, делай как хочешь, я на все согласен. Эля заплакала еще сильнее. В Толике все заметалось от невыносимости чувств. Он пошел на кухню и стал мыть посуду, чтобы как-то переключиться. Эля подошла к ним и умолча стала вытирать тарелки. Они все делали в четыре руки, и казалось, что даже воздух между ними напоен прощальной нежностью. На другой день сидели у стариков. Кирюша весь оброс белыми волосами, как пастушок. Глаза большие, ноздри круглые, характер спокойный, весь в Толика. Кислюков семя. Толик сообщил родителям их жизненные планы, напирал на слово фиктивный и так же, как Эля вытаращивал от искренности глаза. Старый Кислюк однако не мог взять в толк, зачем куда-то уезжать, зачем обманывать государство, да еще на таком святом участке жизни, как семья. А ушлая Кислючиха сразу все усекла, но убиваться не стала. Для нее было главным в этом вопросе, чтобы невестка не забирала внука. Но об этом даже не было речи. Стало быть, Хирюшка не нужен своей мамочке вертихвостке, и слава Богу, и пусть едет. Ее сын красавец не засидится при таком мужском дефиците в поселке. Вон, Верка, разведушка, первой отхватит, а чем она хуже этой? Ничем, даже лучше. Зад, как телевизор, рекорд, пятерых нарожает. Намучилась в прежней жизни, теперь будет семью ценить, а не вихриться по столицам, по фиктивным замужествам. Эля посмотрела на свекровиный рот, сомкнутый курии гузкой, поднялась, вышла на крыльцо. Лето стояло в самом расцвете, как ее жизнь, пахло яблоками. У свекрови летняя сорта, белорозовые, отборные, хоть рисуй. Еще неизвестно, что ждет ее там, но главное не туда, а отсюда. Вышел Толик и сказал, я буду ждать. Уважаемые слушатели, заключительную главу произведения вы можете услышать здесь же на канале в ближайшем выпуске.